Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем вторую книгу Ездры. Эта книга не каноническая, и мы с вами уже прочитали 4 главы. Сегодня пятая. О чем в этой главе, и чтобы было понятно. В предыдущих главах рассказывается о том, как Зарававель получает разрешение вернуться в Иудею и восстановить Иерусалим, Иерусалимский храм. Вот как раз пятая глава рассказывает об этом возвращении. Небольшое так предисловие. Значит, в этой главе будет много цифр, имен, и поэтому я их не буду читать. Они, конечно, имеют смысл. За каждой этой надписью, за каждым именем стоит конкретный человек, но мы все-таки пропустим. И скорее мы поговорим о том, что вкладывал библейский писатель, когда эти имена перечислял. Ну хорошо, давайте начнем. Значит, после всего, то есть после разрешения отправиться в Иерусалим, были избраны и отправлены рачальники по коленам их и жены их, сыновья их и дочери их и рабы, и рабыни со скотом их. Дарья послала с ними тысячу конников, доколе они ведут их в Иерусалим с миром, с музыкой, тимпанами и трубами. Вот это упоминание, что там были тысяча конников для охраны, это встречается только здесь, в других книгах об этом нет. Евреи спутешествовали сами по себе. Здесь так описывается, что они возвращаются с миром, с музыкой, тимпанами и трубами. Ну, как будто это такое радостное праздничное шествие. Если читать первую книгу Ездры, там никакого, конечно, праздничного шествия не было, но они просто возвращались. Это был такой, ну, караван, и они шли сами по себе. Возможно, здесь перекличка с книгой пророка Исаия, где возвращение евреев из плена описывается так, как радостное шествие. И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе. И вот имена мужей, шедшие с пленными, поколенные послужили их. И дальше идут перечисления имен, упомянутые люди, упомянутые количество этих людей. Ну, и очень так все, все прямо так. По-бухгалтерски. Вот такие родословные, такие перечисления, такие цифры мы в Библии встречаем. Если вы откроете первую книгу Паральпомена, и начнете ее читать, то через какое-то время, через несколько страниц, вам станет просто скучно. Потому что человек, имя там, и перечисляются его потомки. И так далее. И так много-много глав. Практически половина книги посвящена вот перечислению просто имен. Или просто, или есть места, где просто перечисляется цифра. Естественно, это читать скучно. Это не надо думать, что если это священное писание, вот как может, чтобы ее скучно читать. Ну да, эти имена нам ничего не говорят. Но давайте мы попробуем посмотреть и попытаться понять, а почему автор перечисляет эти имена. Ну, во-первых, эти книги читали евреи, которые помнили свое родословное. Когда они увидели имя своего предка, то это радость. То есть, вот, да, у нас наш предок был среди тех, кто вернулся из Вавилонского плена. А далеко не все вернулись из плена. Много народа осталось в Вавилонии. И, да, они поддерживали. Но они не пошли и не испытали всех этих трудностей. А вот человек читает, вот мой там прапрапрапрадед, он вернулся. Это первое. Второе. Вот эти цифры. Когда-то бог Аврааму пообещал, что его потомков будет как песка земного. То есть, огромное количество. И вот эти цифры, они подтверждают, что бог свое обещание исполнил. Но здесь еще более важно. Вот, кто наш бог? Наш бог – это тот, кто исполняет свои обещания. Вот бог пообещал Аврааму, он исполнил. Бог пообещал какому-нибудь библейскому персонажу что-то исполнить. И он исполнил. И этим самым подтверждается, что бог – это тот, кто бог исполняющий свои обещания. И, соответственно, если бог что-то пообещал, но это еще не исполнилось, то это обязательно исполнится, потому что бог не лжет. И поэтому, когда читаются эти имена, эти цифры, то для читателя Библии это не просто цифры, не просто имена. Это богословие. Но я уже говорил о том, что мы читаем с вами книгу, которая называется «Неканоническая». А если не каноническая, то в ней есть определенные вольности с описанием истории. И вот если мы сравним цифры или имена, которые здесь упомянуты, с именами и цифрами, которые упомянуты в канонических книгах, между ними есть разница. Рассказывается, что евреи идут, они приходят, и мы сразу переходим к 45 стиху, в Иерусалим. И потом, значит, они приходят к храму бога в Иерусалиме, дали обещание воздвинуть себе дом на месте его по силе своей и дать сокровищницу храма на построение тысячи мин золота, пять тысяч мин серебра и сто священничек. Конечно, это большое вложение в строительство, к храму бога. То есть, получается, как будто уже храм есть? Нет. То место, где когда-то стоял храм. Священники-левиты селятся в Иерусалиме, и народ начинает постепенно селиться по всему Израилю. Они расселились, собрались, и начинается построение жертвенника. И стал Иисус сын Иоседека, и братья его священники, взорвали сын Слафиила, и братья его строили жертвенную богу Израилу. Давайте здесь разберемся. Ну, Зарававель мы уже это имя упомянули. Это потомок царя Давида. Здесь он не царь, здесь он просто правитель вот этих переселенцев. А кто такой Иисус? Иисус – это первый священник. Пускай вас имя Иисус не удивляет, когда мы слышим слово «имя Иисус», то как? Иисус Христос. Но имя Иисус не было таким особым или редким. Есть Иисус Новин, и в том числе и других людей называли именем Иисус. Егушуа, да? По-еврейски. Вот. И вот этот Иисус – это один из первосвященников. Вот. И они строят жертвенник. Это еще не храм. Это строится только жертвенник. Для чего? Чтобы возносить на всесожжение, как переписано в книге Моисея «Человека Божия». В книге Моисея это пяти книжи, но может даже уточнить в книге Левит. Зачем нужны всесожжения? Для того, чтобы получить прощение грехов. Нет храма – нет возможности получать прощение грехов. Конечно, во время Вавилонского плена и в межзаветный период у евреев вот эта острота ощущения в важности храма, она немножко притупилась, потому что все-таки десятилетиями храма не было. И постепенно сложилось представление, что молитва заменяет всесожжение, заменяет жертву, и она же заменяет покаяние и принесение жертв. Но все равно храм был нужен. И собрались к ним от иных народов, бывшие на той земле, и строили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их всех народов, бывших в той земле. И они возносили жертвы в свое время и сожжение в Господу утренней и вечерней. Тут немножечко так сложновато написано, но в общем смысл следующий. История рассказывается так. Когда евреи пришли и начали строить жертвенник, то к ним пришли самаряне. Самаряне это народ, который возник из смешения евреев и таких же депортируемых на место десяти колен. И вот возник этот народ, который тоже поклонялся истинному Богу, но со своей спецификой. И вот когда они пришли к евреям, и сказали, мы тоже почитаем истинного Бога, мы тоже народ Израиля, то евреи их отвергли. Почему? Одни считают, что это, знаете, уже как бы у евреев сложилось такой национализм. То есть, ага, вы не чистокровные евреи, уходите отсюда. Но, скорее всего, евреи рассмотрели веру самарян и поняли, что она не такая, как у них. Вот. И поэтому они отвергли. И поэтому самаряне в ответ на это начали притеснять евреев, мешать им строительство, писать всякие кляузы, о чем здесь будет сказано. А с другой стороны, они создали свой храм, свой жертвенник и стали приносить там жертвы. В священном писании Нового Завета упомянута эта гора, на которой был этот жертвенник. Это гора Горизим, там у них, у самарян был свой храм, евреи его потом разломали, сейчас там ничего нету, но потомки тех самарян по сей день ходят на это место и приносят там жертвы. Несмотря на противодействие, евреи приносили жертвы утром и вечером. Всесожжение Господа утром и вечером. Есть такое предание, что эти жертвы, как приносились, готовила жертва, горел огонь и жертва не сгорала, а как бы она днилась в течение дня до вечера. Вечером склали вечернее и она дымилась всю ночь. Таким образом, как бы жертвоприношение совершалось круглыми сутками. И совершили праздник кущей, как предписан законом, вознося каждодневные жертвы, как належало. Значит, праздник кущей, это праздник, который установлен в память о странствах евреев по пустыне. Куща это шалаш, по-еврейски она называется сука, и поэтому праздник сукот. Он продолжается восемь дней, и в течение этих восьми дней евреи должны переселяться в эти кущие и жить, воспоминая, как их предки странствовали по пустыне. Этот праздник продолжается восемь дней, и в течение этих восьми дней приносятся особые жертвоприношения. И потом непрестанно приношение жертвы субботы, новомесячь и всех святых праздников. Значит, жертвник построен, и продолжаются ежедневные жертвы, жертвы, которые приносятся в субботу, в новомесячье, когда появляется новая луна, и святые праздники. Священное Писание перечисляет эти праздники, но самое главное – это Пасха, Пасха Пятидесятницы и кущий, но кроме этого есть еще и другие. Например, такой день, как Йом-Кипур, когда совершались особые жертвоприношения. И все те, которые обещали обету Богу, с новомесячь и седьмого дна начали приносить жертву Богу, хотя храм не был еще построен, был только жертвенник. И давали серебро каменотесам, плотникам, питье и пищей, привозили садынянам и тирианам, чтобы они привозили слива на кедровое дерево, доставляли их плотами в Иопийскую пристань по приказанию данного от Кира царя Персидского. Да, действительно, царь разрешил строить храм. Царь Кир, ну и царь Дарий, который тоже упомянут в этой книге, они не были, конечно, почитателями истинного бога, они были язычниками. Ну и вот какая логика? Ага, вот есть народы, у народов есть боги, у этих богов их много, и каждого бога надо ублажать. Пускай там этот бог не очень сильный, народ подчиненный, но вот пускай он будет почитаем, эти народы будут приносить жертвы этому богу за персов, и персидское царство будет процветать. То есть такой языческий подход. Ну, он оказался правильным, потому что евреи действительно построили потом уже храм, они приносили всегда жертвы, и когда началось нашествие Александра Македонского, то евреи не перешли сразу на сторону Александра. Почему? Потому что они пообещали быть верными персам, и вот как бы они не предали. Но об этом говорится в других книгах Ветхого Завета. Сейчас мы вот вернемся к строительству храма. И на второй год во втором месяце, по переселению, по прибытию ко храму Божию в Иерусалиме зарывали сын Слафииля и Иисус, сын Исидека, и братья его, и священники, и левиты, и все, пришедшие в Иерусалим из плена, положили основание храму Божию. В новолонии второго месяца второго года, по прибытию их в Иерусалим, и представили левитов от двадцати лет к делам Господним, и стал Иисус сыновья его и братьей, и к админию, брат его, и, ну, там дальше перечисляются имена, чтобы строили храм, и стали священники в облачении с музыкальными инструментами, трубы и левиты сыны Асафа. Асаф – это один из левитов, который, в общем, был поставлен Давидом еще при Скинии. Вот. Ну и воспевали госту, прославляли его по уставу Давида, царей израильского. Что за устав Давида? Давид ввел пение псалмов во время богослужения. Вот это вот все помнили. И возглашали в песне, прославляли Господа, и благость его, и слава вовеки над всем Израилем. И весь народ отрубил, взял громким голосом, прославляя Господа за становление Дома Господня. То есть храм еще не восстановлен, но они радуются, что вот началось это строительство. А старейшие из священников и левитов, родоначальников и видевшие прежний дом, пришли в те настроения с плачем и громким воплем. А многие с трубами и радостными громким восклицанием. Так что народ не мог слышать труб по причине воплей народных. Хотя собрание громко отрубило так, что далеко слышно было. Вот. Там что за история. Значит, храм, который был разрушен в 586 году, этот храм строил Соломон. Естественно, Соломон самый богатый, самый сильный царь в Израиле. И город построен, и храм построен на деньги государства. И поэтому это что-то великолепное. Там описывается, насколько это красиво. Понятно, что переселенцы даже с пожертвованиями, даже с какими-то государственными фондами, они не могут построить тот такой же храм, который был тогда. И поэтому священники, которые помнили этот храм, прошло так все-таки, конечно, много лет. Но вот в молодости или даже в детстве они этот храм видели. И вот они понимают, что что они построят, но это будет не то. То есть это меньше, скромнее. И поэтому они и плачут. Но другие, которые, может быть, не помнили этот храм, а, может быть, понимая, что важнее вот этот храм, они радуются. И поэтому одни плачут, другие веселятся. Вот. И когда этот праздник был, пришли враги Карена Иудина и Вениаминова, то есть те самые самаряне, и узнав об этом, что строится храм Богу Израилю, они, конечно, не пришли в восторг. Ну и приступив к Заравею Иисусу и к родоначальникам, говоря, «Будем и мы строить вместе с вами, ибо и мы, подобно вам, слушаем Господа вашего и приносим ему жертву одни Асфаксафа, царя Ассирийского». Там вот этот царь, который царь Ассирийский, это царь Ассархадон, вот, который переселил нас сюда. Это действительно так и было. Царь собрал разные народы и туда их переселил в Самарею. Тогда сказал им Заравею, Иисус, начальник и плен он израильский, «Не с вами нам строить дом Господу Богу нашему. Мы одни будем строить его Господу Богу Израилю, соответственно тому, как повелел нам Кир, царь Персидский. Тогда народу той земли нападали на питающих в Вуде и сождали им препятствия строению. И коварством увлекая народ и произведя смуты, препятствовали совершать строение во все время жизни царя Кира и оставили строение на два года, два царя Недария. На самом деле не на два года, а на 15 лет. Ну вот вражда, которая возникла между евреями и самарянами, вот она отсюда идет. Евреи не приняли самарян, самаряне обиделись, начали творить всякие препятствия для евреев. Хорошо, мы с вами прочитали пятую главу второй книги Ездры. Мы были с вами на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Берч Добыкин. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok